Вы планируете ли представлять этот проект на международной арене, где-то, может быть, в Барселоне? Мария от нас ездила в Барселону на питчинг-форум. Я была на днях кросс-медиа в Париже, тоже платформа для питчинга. Мы еще пока не получили ответ. Да, мы ждем реакции пока. Ну, надеюсь, что вы получите поддержку. Хотел бы рассказать, что в ноябре в Амстердаме будет проводиться самый крупный фестиваль документального кино в мире. Два года назад они начали также вовлекать проекты трансмедиа для финансовой поддержки. И это также, на самом деле, такое большое окно, большой такой портал в мир трансмедиальных проектов. Каспар, который руководит DocLab, он очень заинтересован в восприятии этих новых средств медиа. И мы вместе работали в рамках брейнсторминга. И очень важно привлечь кого-то из сферы документалистики. И он был в составе жюри на World Press Photo в прошлом году. Вот эти два рынка на самом деле пересекаются. И именно здесь люди могут сотрудничать, наложать какие-то контакты и иметь на выходе какие-то общеполезные вещи. Будь то фотограф, мультимедийный продюсер, любовый режиссер, мы все можем поделиться своим опытом на благо друг друга. То есть, получается, это не только кросс-медиа, но и кросс-человеческие, межчеловеческие общения. С 90 по 95 год я работал в уровне власти этого города. И знаю, по большому счету, из Ленинграда, из Санкт-Петербурга, всех питерских политиков, которые находятся сейчас в Москве, включая Путина. Я стоял в пикетах на Невском против Чеченской войны, когда это организовывал наше петербургское отделение мемориала. Когда я стоял один раз, подошел парень, который служил в Чечне, и послал нас матом. Я достал нож и сказал, повтори. Человек ушел. И привел милицию. Милиционер мне сказал, где нож? Я достал нож и показал. Говорю, ты, знаете, колбасу режу. Всегда при себе. Я геолог. Говорит, ты видишь, у меня пистолет. Я сейчас достану и тебе блок дам. Говорю, доставай. Но так как это было на Невском, человек просто отошел. Я очень рад увидеть фильм российского режиссера на эту тему. Потому что я лично знаю руководителя Чеченской общины России. Мы с ним взаимодействуем с 96-го года. И честную правду документалистики про чеченскую войну и обстановку в Чечне я видел только на фестивале Литвякова. Месседж Тумен. И это были фильмы европейских режиссеров. Шесть лет назад был фильм, снятый, кажется, голландцами. Едет автобус из Чечни в Краснодарский край. Ведется, дети едут. Девочке стало плохо. Руководитель вышел на блокпосте и позвал армейского доктора. А девочка ему по-чеченски говорит, ты здесь старший. Не дай мне до меня дотронуться этому человеку. Он русский. Я просто вздрогнул. Потому что, ну понятно, что Ольгу там принимали хорошо. Но люди ненавидят русских. Просто ненавидят. Это результат двух чеченских войн. В отличие от Юнайтед Стейтс, мы не победили в Чечне. Как не победила Америка Вьетнам. Так Америка ушла, переформировала армию. Результат Вьетнамской войны знают в Америке. Спасибо. Кто хочет еще поднять руку? На самом деле фильмов в Чечне достаточно много. Русский режиссер снял такой фильм, Руи Кочеванский, несколько лет назад создал очень сильную картину. Я помню, тяжело смотреть эти кадры. Ну что, может быть, перейдем к Тане и тому, о чем она рассказывала. И так, ну, надеюсь, что участие в Амстердамском фестивале вам поможет. Да, удивительно. Я буду удивлен, если это будет не так. Финансирование, да, это пример, когда показываю все вот эти логотипы, да, это классический пример. Есть ли какие-то новые возможности для этого, Татьяна? Самая сильная, самая эффективная компания в веб-документалистики. Вы видели какие-то для себя новые возможности в этом плане? Не финансировать новые кросс-медиальные проекты. Есть возможности изменить какие-то нормы, правила. Мы спрашивали, допустим, почему не существует возможности для финансирования кросс-медиа. Мы начинаем выходить на разные рынки с такими перспективными проектами. Допустим, это будет игра в виде документального плана. Мы участвуем в образовательном рынке. И мы, соответственно, смотрим, как мы можем финансировать эту конкретную часть нашего проекта. Как наши игры финансируются? Откуда вообще производители игр берут деньги? Где у нас будут деньги на интернет-производство для приложения для планшетов? Кто может быть партнером, который поможет нам в финансировании? Это заставляет нас войти в партнерство с программным агентством, которое отвечает за программирование. Для нас, конечно, это некий финансовый риск, потому что мы ответственны за начинку, за содержательную сторону. Но я должна сказать, что здесь важно открыть разум и мыслить гибко и смело. Может быть, просто обратиться в министерство, может быть, какие-то там существуют структуры, которые занимаются подобной поддержкой. Ну, что мы для себя узнали, это вот бизнес-модели, как они работают после того, как вот проект уже обретает свои формы. Ну, Леон, я бы сказал, что вы на приложениях много не заработаете, может быть, 5%. Как вы получаете деньги из приложений? Это зависит от бизнес-модели. Например, вот в Wagner файлы, вы можете скачать приложение за деньги. Существует возможность использовать так называемый ин-эп покупку, сделайте. Вы получаете некое превью. Когда у вас книга, вы получаете первую часть бесплатно. Но если вы хотите продолжить все чтение книги и получить следующие, получить доступ к другому контенту, вы должны купить это. И это, на самом деле, такой очень перспективный вариант. Девелоперы размещают приложение за бесплатно, но затем, когда они вызывают интерес у людей, люди, так сказать, заставляют людей почувствовать интерес и купить продукты. Как предыдущая компания, вы получаете некий процент от скачиваемых приложений. Да. Например, наше приложение стоит 5 евро. Мы получаем 70% от этого. 13% идет App Store, компания Apple. Остальное, остальная часть идет на процессинговые компании. Компания, которая вырабатывает платежи по пластиковым картам. Ольга, на секундочку, вернемся к вам. Может быть, я что-то не уловил. Есть ли какая-то возможность, может быть, в общем, не конкретно, может быть, для вашего проекта, получить финансирование для веб-документальных проектов из российского министерства культуры? Кто-нибудь пытался вот таким образом поступить, обратиться в министерство культуры? Что-нибудь можете сказать на этот счет? Лично я не пыталась это сделать, потому что я делаю правозащитные проекты. И, в общем, я полагаю, что в сегодняшней политической ситуации правительство погонит меня мокрыми тряпками с моими просьбами. Ну, как бы, это чисто мой опыт. Я даже не думаю, что в политической ситуации, которая сейчас, мне стоит это пытаться делать. Вы знаете, что касается взаимодействия с министерством культуры, к сожалению, у нас у документалистов довольно печальный опыт. Всякое финансовое взаимодействие с министерством культуры начинается с того, что тоже министерство культуры, которое предполагает дать грант на ваш проект, требует положить на их субсчет определенную сумму денег, которая, как правило, у стартапа или у начинающих, или у небольших компаний таких денег не хватает. Просто небольшие компании, начинающие продюсеры, независимые режиссеры, просто выбиты из финансовой схемы финансирования культурных проектов, именно документальных. И, в общем-то, это пролоббировано, скорее всего, какими-то крупными, там, не знаю, телевизионными, бродкастерами, которые могут положить миллион на проект и потом получить когда-то этот миллион обратно после осуществления. Я думаю, эта схема взаимодействия с министерством культуры, которая защищает якобы интересы государственных финансов, она не работает в нашем отношении. Я благодарен, что мы вернулись к вопросу к Ольге. У меня есть к ней вопрос тоже. Можно один вопрос задам? У меня такое позднее зажигание, мы уже вроде с Татьяной начали общаться. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот этот проект, который вы сейчас готовите, каков его главный месседж, что вы хотите нового сказать о Чечне? Я пока из вашего выступления услышал, что это некое такое острое профессиональное приключение трех хрупких женщин, которые поставили на карту свою жизнь и сунулись просто в пекло. Дай Бог вам здоровья, что вы вышли оттуда невредимыми. Вы там столкнулись с доброжелательными чеченцами, которые вас поняли, раскрыли душу. Это очень красиво. Это, наверное, очень интересно слушать американцам и западным европейцам, которые ментально так настроены, что Чечня – это территория несправедливости и агрессии. Как это вам так удалось? И что нового? Вот, например, я как российский зритель увижу в вашем проекте, и что меня заставит зайти, посмотреть и так далее. Весь этот кросс-проект, который вы готовите, столько сил, средств и энергии затрачиваете. Спасибо. Ваш комментарий – просто классический комментарий русского мужчины по поводу нашей поездки в Чечню. Только в России слышат такие вещи. На самом деле, месседж очень простой. Мы хотим, чтобы снова открылся диалог. Мы считаем, что очень важно говорить. Мы считаем, что Чечня есть. Это действительно больная точка. Чечня очень сильно изменилась. Скорее всего, вы помните Чечню по съемкам с времен войны. И теперь то, что вы видите – это мечеть, фонтан, то, что показывают по телевизору. Понятно, что вы из интеллигентной среды видите больше, но представьте человека в Калуге. Вот ему по телевизору очень долго рассказывали, что там есть чеченцы, которых надо мочить в сортире, и ему туда нужно отправить своего ребенка воевать. Потому что там есть враг, и его надо убивать. Сейчас человеку в Калуге показывают, что Кадыров построил самую большую мечеть в Чечне, что Кадырову деньги дает Аллах, что в Чечне все очень круто, это самый крутой регион, и туристы из иностранных государств должны ехать туда. И у человека в Калуге происходит ментальный коллапс. Потому что то же самое телевидение, ему рассказывают совершенно другие вещи. Так вот мы хотим вот эту дырку между этими двумя образами заполнить и вообще объяснить, что там произошло, как это послевоенное общество трансформировалось в ту диктатуру, которая там есть. И мы хотим сделать этот проект, этот веб-портал также, площадкой для диалога, где люди могут на эту тему общаться. И в принципе, опять же, вот там к вопросу о том, Александр говорил о том, что чеченцы нас ненавидят, но вот там конкретно они хорошо нас принимали, это все вопрос диалога. Было куча людей, к которым ты приходила, они сначала говорили, вы русские, все гады там. Ну вот вопрос диалога, вопрос взаимодействия. Я как-то один раз, ну простите за подробности, очень сильно бухала со спецназовцами, которые там воевали. И они начали мне говорить, как ты вообще можешь разговаривать с этими там свиньями, ну то есть там весь вот... Ну, да, в общем, там было много разных слов, которые, вот сейчас мне сложно. В течение ночи эти спецназовцы изменили свое мнение, потому что я просто рассказывала им, а вот что мне рассказывали с той стороны. Они задумывали, блин, а может это и... Ну то есть я понимаю, что вот все эти разговоры, один на один, они работают. То есть вот это должна быть такая платформа, где еще, может быть, чуть больше людей, но если они начнут это понимать, если там до 20 человек мы донесем, и я все равно буду очень рада. Окей, Дмитрий Кабаков, Москва. Я говорю русский, потому что, но не менее, это трансляция. По поводу финансирования и копродукции я проходил, имею опыт поиска копродукции. Не могу сказать, что он был удачный. Я понял, каковы причины, почему не получается нам найти финансирование. Проблем тут несколько. Одна из них, то, что основной источник финансирования в России, это государство, и отсутствуют какие-либо независимые фонды, которые могут давать хоть какие-то средства. Любой западный продюсер, к которому я обращался со своим проектом, говорит мне, хорошо, у вас есть хоть какие-то деньги из России? Я говорю, да, вот мои собственные. Нет, это вот, а какие-то реальные деньги есть? Я говорю, нет. На этом все заканчивается. А денег нет, потому что даже если я получу грант от Минкульта, что очень под большим сомнением, потому что не существует правил, по которым, вернее, никому неизвестно правила, по которым эти деньги распределяются, даже если я получу, я должен тут же вернуть фильм в назначенный срок. не вздам, то с меня будут большие штрафные санкции, поэтому я предпочитаю, то есть минимально иметь дело с российским государством, или одновременно заключить контракт между мной и западным ко-продюсером, оказывается невозможно из-за сроков реализации. Есть обходные пути, сделать короткую версию, вложить деньги в съемку, с этим материалом выйти к западным продюсерам, но этот путь тоже не очень, он очень трудозатратный и не самый лучший. Но вот то, о чем мы говорили сейчас только что на кофебрейке, вот три года назад, когда мы ходили по улицам Москвы и Санкт-Петербурга, мы не могли перейти дорогу, потому что водители проносились через зебру, не останавливаясь. Сейчас я легко перехожу, и я вижу, что что-то меняется. И я вижу необходимость таких разговоров и обсуждений как некий такой фон, потому что, в общем, жить по правилам оказывается гораздо удобнее, и я просто так думаю, что вот результатом таких наших разговоров будет возможно постепенное изменение правил. Оно происходит, но, к сожалению, очень медленно, к сожалению, жизнь коротка, но что поделаешь. Комментарии, может быть, на этот отчет, перед тем, как мы перейдем к вашим вопросам. Вот вы затронули такой момент с столкновением культуры и традиций, когда вы начинаете диалог о русском режиссере, который хочет получить проект коопродукции. В Европе существуют традиции, когда вы выходите на рынок, и люди вас не знают как о производителе. Еще одна большая проблема, то, что в России практически отсутствуют молодые энергичные продюсеры. И это большая проблема. У меня, как у режиссера, не хватает энергии пробивать свою идею и одновременно ее еще над ней работать. Вот этой вот генерацией очень надеюсь, что она появится, но пока я не вижу этих молодых, энергичных и вовлеченных в международный процесс молодых людей. Я очень мало встречал продюсеров из России на питчингах, на коопродуктинг митингах. Здесь как-то вот нет ста молодых энергичных людей, которые завтра готовы помочь мне и многим другим включиться в этот процесс. Вот как это сдвинуть? Я не знаю. Я преподаю сам во ВГИКе, и я не знаю, как подвигнуть молодых людей продюсировать документальное кино. Вы являетесь членом гильдии Николая Украины? Да, являюсь. Ну так там есть все для этого возможности. Но они есть. Где они сейчас пока? Пока они есть теоретически в Фейсбуке. Вот где мне? Вот я... Хорошо. Не хватает, тогда я скажу, чего я Жене об этом говорил, не хватает профессионального клуба, куда бы я пришел, и мы за чашкой чая сказали, услышь, у меня такая идея. Я в Фейсбуке, я открою, и там безликая это масса, это какая-то вот пульпа, с которой я не могу общаться. Что, я буду свои идеи публиковать сейчас и говорить, ребята? Нет, скажите, а вы являетесь только режиссером или вы сами продюсируете? Я сам продюсирую себя, да, потому что у меня нет просто, нету продюсера. Я бы с удовольствием переложил эти функции на энергичного человека, если бы он такой появился. Я ищу, говорю, ребята, давайте. подробнее поговорим. Нужно поговорить, ребята. Я был два года назад на коопродактинг-митинг в Лайпциге. Я не видел там, практически не было людей из России. Один. Вот. Вот, вот, да, 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 да. Вот. Это нету этого класса, этой категории людей. Просто мы можем сказать, что только в этом году эта работа начинается системно, поэтому еще пока рано подводить итоги. Существует уже что-то на следующий год. Секундочку. Ну, как взгляд со стороны, я понимаю вас, вы прекрасно понимаете, Джордж Молодцов, я знаю, что я представлял, я знаю, что, допустим, я представлял на Питчинг-форуме в Риге свои работы, Меткович тоже участвовал на протяжении последних трех-четырех лет. Это все потихонечку продолжается, потихонечку начинается. российских проектов пока не было презентованно на вот этих финансового плана, таких питчингах, но это все ситуация меняется. Институт документального кино, который расположен в Праге, они организуют специальные семинары, которые называются «Экс-Ориента» для кинопроектов, посвященных темам из Восточной и Центральной Европы. Это может быть место, где вам необходимо быть, через которое вы смогли выйти в мир кооп-какшена. Этот семинар состоит из трех частей, один из части в июле проводится, одно в октябре и третье в марте. В течение последней части вы представляете свой проект. Вы можете, на самом деле, участвовать только в третьей части, где вы можете представить ваш проект 40-50 потенциальным фандером. На самом деле, на этом форуме я встретил Влада Китковича. Естественно, есть форум Латинского моря в Риге, который проводится первой неделе сентября. Туда тоже можете отправиться, это тоже хорошая площадка. Вот есть некий набор возможностей. Если вы зайдете на сайт EDN, европейского собственного журналистов, вы можете там найти список всех этих событий, относящихся к нашей индустрии. И эти события, поверьте, происходят в течение года. Можно я такой свой комментарий внесу? Мы четыре года занимаемся вот этим поиском финансирования, очень активно как стартап, как авторы проекта. Сложность стоит в том, что несколько лет назад было даже немножко проще. Россия была в списке третих стран, и некоторые фонды выдавали деньги вот как будто с учетом вот этого аспекта. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда нет возможности получить деньги из государства, нет независимых фондов, и Россия уже не в списке третьих стран. Ну, не думаю, что у нас появится в ближайшее время такая вещь, как CNC, как французское государственное институт кино, который обеспечивает финансирование. Поэтому, когда Россия была вытернута из этого списка из третьих стран, у нас возможности финансирования гораздо уменьшились. Я был в Висбадене на питчинг-форуме, мероприятие называлось Go East, было посвящено Восточной Европе, и по объективным причинам и странам постсоветского блока Ягодславии, но теперь они как бы сдвигают свое внимание на арабский мир, они считают, что Восточная Европа уже достаточно развитая территория, и они направляют свой взор в другие регионы мира. у них такое ощущение, что на свое время обратить взор, как я рассказал, допустим, на арабский мир, страны арабской весны, конечно, в Восточной Европе внимание некое достается, но существуют такие вот тенденции, когда мы говорим об обеспечении финансирования. Я так, спасибо, я услышал. Ну вот эти возможности, вот они только-только появляются, они начинают как бы формироваться в России, а также возможности за пределами России лежащие. Я пришел сюда, на самом деле, не делиться воспоминаниями, а совершенно конкретно, потому что наш горсовет с 90 по 93 год не только делегировал питерскую мафию в Кремль. Я знаю, в отличие от вас, всех человек 150, которые сейчас находятся на федеральном уровне. Но мы тоже кое-что понимали, так как я работал в комиссии по культуре, в 93 году по инициативе зампредседателя Леонида Романкова друга Рудольфа Нуреева, он много побывал в Соединенных Штатах и по Европе. Была проведена международная конференция, в которой приняли участие представители фонда Форда, фонда Рокфеллера, из Москвы был Марат Бельман. что нам объясняли? Что, чтобы находить деньги на культурные проекты, не только на документалистику, нужно минимальное, но все-таки участие государства. Насколько я запомнил, процентов 10 денег, что было от государства, это сразу придает совершенно на другой уровень разговоров с людьми, которые будут давать деньги на проект. Это и называется фондрайзинг. Мы, наш Горсовет, организовали фонд, по результатам этой конференции, фонд поддержки культурных инициатив. Он организован. Объем денег, который находится в этом фонде, 2% от бюджетного финансирования городского. То есть, это чисто наша задача, не федеральная. Сейчас я, когда шел на эту конференцию, я попытался там уточнить у одного из депутатов законодательного собрания, сколько сейчас бюджет культуры. К сожалению, он не владел вопросом, он мне сказал просто объем городского бюджета. Объем городского бюджета 150 миллиардов рублей. Даже если бюджет на культуру 1% от всего городского бюджета, понятно, что это полтора миллиарда рублей. Вы можете сами посчитать, вот фонд 2% от полутора миллиарда. На 1-2 документальных фильма это хватит. Другое дело, что ситуация у нас та же самая, что и в Москве. создан экспертный совет, который распоряжается деньгами этого фонда. Называется это при комиссии по культуре институт культурных инициатив, что-то как-то так. Возглавляет его Андрей Зонин. Ну и Андрей Зонин приблизительно ведет себя как все министры культуры Российской Федерации. То есть он финансирует себя и своих знакомых. Но это можно пробить. Только с этим надо работать. И естественно, что он, я слежу как-то за прессой, не рассказывает там направо и налево какие культурные проекты он поддерживает. Спасибо. Меня зовут Толька, я из России, я кинорежиссер, буду говорить по-русски. Я думаю, что я из плеяды молодых документалистов, которые горят, у которых достаточная энергия. И вот я хочу сказать из себя, что я не совсем верю в государство и что государство поддерживает молодых. Потому что я сейчас делаю проект на протяжении трех лет, и я подавала в министерство культуры от разных студий, и мы ходили в разные инстанции, я нашла продюсера, то есть моим проектом заинтересовались люди, но в плане финансирования было все не очень хорошо. Потому что, ну, потому что, наверное, правда, вести какие-то свои, и чтобы стать своим, нужно, ну, все, все приходит постепенно. Но я хочу сказать, что если есть желание, например, сейчас я запустила тоже, как и девочки, на платформе краудфандинг, и знаете, это действует. Я поставила 50 дней, и сейчас я собрала половину суммы, мне осталось 22 дня. Люди отзываются, просто нужно действительно очень грамотно, очень четко, и всем рассказывать о своем проекте. Вот для этого, наверное, нужна эта энергия, нужна эта сила и вера, самая главная вера. Вот, я не знаю, мне очень хочется, чтобы государство как-то обратила внимание на молодых специалистов, потому что этого не происходит. Я закончила университет местный, и когда я делала свою дипломную работу, которая впоследствии тоже выиграла несколько призов, но совершенно никакого финансирования от университета не получила. Это была как борьба. Вот, и мне немножко обидно, но я думаю, что, может быть, этот форум и даст возможность понятия и восприятия каких-то других иных сфер финансирования. Спасибо. Двух словах о вашем проекте. Потому что нам же интересно, вот вы же кроссфандинг как раз. У меня даже видео с собой, есть презентация. А о чем ваш фильм? Фильм о Кэмпиле это некая организация, в которой разного рода люди живут вместе. Кэмпиле это огромная европейская и, скорее всего, мировая платформа. А в России Кэмпиле государство не поддерживает, в отличие от других стран. Эти люди живут в Кэмпиле, в Кэмпиле. У них есть свои животные, они получают свое молоко от кров, делают свой сыр. Они создали свою некую деревню, если я могу так сказать. У меня есть, конечно, главный герой в фильме. Главный герой – мечтатель. Ему нравятся песни Городницкого. у меня есть открытка, подписанная моим героем. Я вручила эту открытку Городницкому и таким образом добилась того, что Городницкий и мой герой вместе пели. Я очень надеюсь, что эти Кэмпиле будут больше развиваться в России. Я уверена, что это получится в нашей стране. И вот мы с вами можем помочь Кэмпилям развиваться информацию может быть посредством информации, посредством информирования людей о том, что это существует. Вот и все. Похлопаем. Пожалуйста, покороче, если можно. Я хотел бы пояснить всем собравшимся не только молодым, что мы уже в 90-м году, в 90-91 понимали, что будет происходить. Государство, Советский Союз, культуру поддерживало из идеологических соображений. Сейчас идеология исчезла. И государство бросило всю культуру. Нет, конечно, кое-что происходит в виде промывки мозгов. Да, это происходит. Вот это и будет поддерживаться. И поддерживается. А всякая правозащитная тематика, там, молодежь всякая, это никому не нужно. Просто никому не нужно. Даже не нужна вся сеть культурных учреждений по стране. Ни музеи, ни театры, ни консерватории. Это абсолютно не нужно. Ладно же, это очень интересно, но не выходите за рамки, мы же о фильмах с вами говорим, и об инонсировании. Виталий Рахманов, я журналист и по совместительству занимаюсь телевизионным производством и кинопроизводством. У меня вопрос на самом деле к уважаемым ведущим, модераторам нашим и зарубежным коллегам. Вопрос, связанный с интеллектуальным воромством, так, в России такой термин есть. обрисую конкретную ситуацию. Я придумываю тему, идею, отношу потенциальному заказчику сценарную заявку, синопсис, видеоролик. Через какое-то время получаю отказ по различным причинам. Еще какое-то время проходит, появляется другая команда, другой продюсер, другой режиссер и реализует успешно мою идею, мою тему. Как решаются такие проблемы и вообще существуют ли они у вас там, в Швеции, в Дании, в других странах и как они разрешаются? Можно пояснить? Спасибо. Я постарше, поэтому скажу я. Он намного старше меня. давным-давно, в прошлом веке, когда я начал работать в Институте Кино, неважно, как он назывался, если у создателей кино были идеи, они делали так. Вот моя идея, никому о ней не скажу, никому не покажу. Сегодня ситуация изменилась. Пожалуй, лет 15-20 назад ситуация изменилась. Постоянно происходит питчинг-сессия. Люди встают, презентуют свой проект, действуют совершенно открыто. Я считаю, что это прекрасное изменение, которое произошло. Именно открытость, когда люди делятся своими идеями. Если происходит что-то, как в вашем примере, например, конечно, такие примеры есть, но в общем, общая картина в Европе, в Дании, в Швеции, таких проблем не возникает. Даже в странах Балтийского моря, в Латвии, например, в Литве, когда у людей есть проекты, они должны презентовать их, производить питчинг, презентовать их, например, каким-то фондом, кинофондом. Таким образом, все знают, чем занимаются коллеги. Я считаю, это демократия, не так ли? Наверное. Хорошая идея, плохая, думаю, хорошая. Фильмы от этого только в плюсе, благодаря этим питчинг-сессиям. Оставлю это как открытый вопрос, наверное. Ответил? Есть ли другие вопросы? Сергей, у вас вопрос? По поводу финансирования вопрос. По-русски. Откуда были деньги и насколько есть окупаемость проекта? И был ли это культурный проект, чтобы, может быть, если там деньги не возвращаются, но важно было, что это, не знаю, продвижение культуры, детей, не знаю, новым способом привлечь к культуре? Мы сделали этот проект полностью, финансирование было на 100%. Со стороны MDM это немецкий фонд, который базируется в Бранденбурге. Это финансирование было на 100%. У нас была очень хорошая бизнес-модель для этого, но мы даже не ожидали, что у нас будет такая окупаемость. У нас сейчас настолько денег, что мы даже оплатили перевод на 5 языков проекта. А какой был еще вопрос? Нет. Мы готовились, конечно, к году Вагнера, и поэтому и наш проект, посвященный Вагнеру, но нет. А как вы выживаете финансово как компания? Вы же говорили, что от кросс-меди может быть никакого финансового толка. То есть, расскажите немножко о вашей финансовой модели. Нет, я же сказала, что на 100% профинансированный проект. По поводу кросс-меди у нее же есть три части. Во-первых, это книга. У нас было издательство Книзебек, немецкое издательство, которое оплатило книгу полностью. Потом фильм по поводу фильма. мы смогли заплатить людям, которые и графиком, и мультипликатором. А потом у нас есть телеканал Арты, который оплатил фильм. И приложение тоже было на 100% оплачено Apple. То есть, вот компания Apple, мы, конечно, платили деньги, но это все вот эти вот части были отдельно, потому что это же кросс-меди но если вы посмотрите вот четко в деталях, например, если вот не хватает какой-то части сразу финансирования, то вы можете работать на другой части, то есть, грубо говоря, работайте над книгой сначала, потом над фильмом. А вот музыка стоила нам 1500 евро, но это все ушло на лицензию. Мы должны были заплатить за музыку для фильма. и отдельно заплатить за приложение. Но вот я все еще бизнес-моделью интересуюсь. У нас есть в Кёльне журнал Altspiter. С помощью этого журнала мы собираем деньги на финансирование любого кинопроизводства, которым мы занимаемся. то есть, часть денег мы просим, конечно, через наш журнал. Когда мы выпускаем фильм, когда мы заняты в продакшен, мы не обязательно работаем только над одним проектом, у нас может быть пять-семь проектов одновременно. когда просите денег, финансирование, вы учитываете, что надо платить людям жалование зарплату? Да, конечно. Хочу только прокомментировать. Проблемы, конечно, есть. Публика сегодня затронула многие проблемы. Очень важно и очень тяжело найти финансирование в России. В Исландии у нас есть целая федерация свободных художников. Есть также Европейский совет людей культуры. Вот что я вам могу подсказать, базируясь на своем опыте. Главное это сетевой опыт. Главное это работать вместе. Потому что даже если вы не сможете получить финансирование со стороны государства, вы работаете все вместе по сетевому принципу. То есть люди, которые ищут финансирование для своих проектов, объединены в определенную сеть, обмениваются опытом, проводят питчинги, проводят, например, не знаю, выставки, какие-то музыкальные события. Очень важно работать вместе по сетевому принципу. вместе вырабатывать стратегии. Может быть, стратегию, как обратиться к правительству за поддержкой. Может быть, четко сформулировать, как вы хотите, чтобы развивалась государственная поддержка в России. Вот что хочу сказать. Это ключевое слово, по крайней мере, в Евросоюзе. Это креативная индустрия. Политики понимают слово индустрия, потому что индустрия это часть экономики. Поэтому, коль скоро они поймут, что вы это индустрия, они поймут, что это плюс для экономики. И дальше уже нужно разрабатывать свою стратегию. Нужно объяснить, сколько вам нужно фондов, какое вам нужно финансирование, какая вам нужна поддержка, какая должна быть структура каждого фонда. То есть работайте все вместе и главное, по сетевому принципу. У меня есть вопрос к аудитории. Вы же знаете, вопрос у меня короткий. А кто из вас фрилансер? А кто продюсер? Золотое правило Германии такое, когда вы фрилансер, надо найти себе продюсера и тогда вместе искать финансирование, вместе с продюсером, потому что, если вы в одиночку работаете, то это ни к чему не приведет. Поэтому, пожалуйста, все отправляйтесь к этому продюсеру. Я вам всегда говорю это в Ливерпуле, никогда не ходите один. Пожалуйста, возвращайтесь в три часа, сейчас разойдемся на обеденный перерыв. С нами будет Мария из Норвегии, Григорий из Москвы. Если у кого-то есть вопросы, у кого-то есть интересный проект, о котором хотелось бы поделиться, пожалуйста, приходите и рассказывайте нам об этом. Единственное, что слез не хочу сегодня. Я знаю, что вы сегодня много жалуетесь. Так ведь? Итак, приятного аппетита. Увидимся в три.